Ну что, мои дорогие друзья, всех снова приветствую, с вами как всегда Юрикод, сегодня мы будем смотреть игрушенцию граф, которая вышла 8 января 2015 года и по-прежнему находится в раннем доступе. Почему я так все печально об этом говорю? Дело в том, что разработчик BitMonster, так он себя называет, собственно, видимо положил на все это дело огромный, просто невероятных размеров болт, может быть студия развалилась, я не знаю что произошло, но видимо в связи с тем, что разработчиков как разработчиков больше не стало, в стиме игрушка получает очень много отрицательных отзывов, так-то в принципе отзывы вытягивали, по большей степени было больше отрицательных как бы, но видимо эта игра больше никогда не получит обновления, мне так кажется, это исходя из отзывов, комментариев в стиме непосредственно под самой игрой. То же самое, если вы помните, произошло с игрой, которая называется Shadow of Kurgansk и это обидно, потому что игрушка действительно была неплоха, хотелось бы какого-то развития, мы дошли там до одного момента, где подошли к скале и там должна была быть еще одна какая-нибудь локация, но эта локация никогда не воссоздалась, собственно, не появилась и на этом игрушку мы с вами похоронили, хотя уделили ей достаточно много времени. С этой игрой, скорее всего, будет то же самое, почему я решил на нее сделать обзор, ну, во-первых, она прилетела мне бесплатно в стиме от одного из зрителей, подписчиков, за что ему огромное спасибо, и мы любим такие игрушки, она правда не переведена полностью, есть какие-то, собственно, ну, часть, значит, перевода на русском, часть на английском, понятное дело, ранний доступ, все дела, ну и как бы с этим мы больше ничего не поделаем. 15-й год, 15-й год, ребят, именно тогда я создал свой канал, начал снимать видосики немножечко по паже, но я думаю, что это, пусть это будет причиной того, почему я решил посмотреть игру 15-го года захода в стим, как я уже говорил, 8-го января, все это дело случилось. Что это за игра? Это песочница, в которой мы можем исследовать множество планет, охотиться за существами, странными, непонятными, строить, защищать форпосты, создавать оружие, доспехи, в общем, здесь все как мы любим, есть крафт и строительство и все остальное. Вот так вот наш персонаж прыгает, у него есть различные эмоции, давайте мы с вами все это дело посмотрим, как-то так это все выглядит. Эмоций на самом деле очень много, всяких разных, есть танцы, я понимаю, что в подобных играх это не самое главное, но тем не менее, кнопочки где-то здесь недалеко, поэтому я, наверное, все это дело вам покажу, продемонстрирую. Но не все кнопки подвязаны, видимо, можно будет переназначать, смотрите, если мы нажмем Escape и зайдем сейчас в управление, то здесь, если промотать вниз, можно увидеть, что вот, вот они эмоции. Значит, пока работает всего 8, от F1 до F8, но их намного больше, здесь есть различные танцы, в общем, все вот такое вот, есть, есть такая тема. А нам дают дубину, нам дают вот такой вот, значит, мультитул, при помощи которого мы можем, наверное, кого-то хреначить, добывать различные ресурсы. Давайте, кстати, попробуем, проверим, черепаха вон что-то как-то у нас начинает отсюда сваливать, может быть, она будет меня сейчас как-то атаковать. Давайте возьмем дубину, я просто попробовал немножечко в нее поиграть. Давайте при помощи дубины мы сейчас, вот, теперь получается, мы можем забирать, не знаю, что это за, хотел сказать, сфера, но это не сфера. А чтобы вы понимали, ребят, это не реклама. Если кто-то начинал играть в эту игру и она не понравилась по понятным причинам, я, конечно, пойму, но не стоит писать о том, что вот, чувак, нужно было вспомнить об этом еще в 2000 каком-нибудь там восьмом, блядь, году. Просто пройдите мимо. Возможно, это будет всего одна серия записана по этой игре, больше мы к ней никогда не вернемся, только в том случае, если вы не захотите продолжения прохождения. Здесь есть мультиплеер, мультиплеер имеется, можно заходить на сервера, но, как я понимаю, поддержки серверов уже нет, но я, честно говоря, не проверял. Но мне нравится, как выглядит здесь природа, посмотрите, как все это нарисовано. Есть большое количество различных биомов, карту я пока не вижу, видимо, ее нет. Так, это у нас консольная строка, нажал на М, не появилась карта, на ТАП тоже не появилась. Может быть, где-то она есть, посмотрим попозже чуть в управлениях. Что делать с этой... А, подобрать. Вот, смотрите, значит... Подождите, не подбирается. В рюкзаке у нас что-то имеется, какие-то гемы. Какахи, слушайте, прям прорисовано так. Вот, рацион, знакомый язык. Этот кусок полузастывшей массы является тем, что можно назвать пищей. Она вкусная, как картон, но дело свое делает и выносливость улучшает. В принципе, ну, все понятно, да, что часть переведена, часть не переведена. Мне будет в это сложно, на самом деле, играть, потому что... Потому что английский язык. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Возможно, можно делать какие-нибудь вещицы. Астронавт. Астронавт – профессия, с которой вы начинаете. Она имеет большое количество навыков, чтобы увеличить ваши базовые атрибуты, а также позволяет ставить больше тотемов поселения. Наверное, можно играть в коопе, можно играть на серверах, если они еще существуют. Я проверю на днях, тогда вам скажу. Что-то я как-то вот не хочу туда лезть, потому что обычно такие игры я начинаю играть все-таки в одиночку. Давайте попробуем при помощи мультитула подобывать какие-нибудь ресурсы. Возможно, это даст нам больше понимания к тому, что мы здесь можем делать. Так, стаминка у нас падает. Кстати, еды, воды я не увидел. Почему-то всего этого здесь нет. Стоит ли за этим следить? Вот с правой стороны у нас... Воу! Спокойно, нифига, у нас сколько жизни забрали. Жесть просто. Слушайте, давайте мы отсюда, наверное, будем потихоньку сваливать. Какая-то одичалая жаба. Но, в принципе, мир выглядит неплохо. Так, вот таким вот образом мы с вами будем добывать ресурсы. Знаете, что мне это напоминает? У меня есть Fortnite, который мы, возможно, с вами еще покатаем. Может быть, даже не один раз. Мне напоминает это Fortnite. Но я в него не играл. Я только с ним ознакомился. Буквально там первые шаги, когда еще было... Ну, и есть, собственно, соло. Пока еще не было Королевской битвы. Часто все в нее катают, как плейли Нонс Баттлграундс. Но я ее застал, когда она только вышла. И что-то у нас не было ни одной серии на канале по... По Fortnite. Fortnite, да? Я же так сказал с самого начала. Или какое-то другое слово. Ну, в общем, вы поняли. Игрушка очень сильно напоминает Fortnite. Вот, добычи как-то, прорисовочка всего. Ну, в принципе, прикольно. Не знаю. Мир выглядит достаточно приятно. Посмотрите на эти скалы. Так, это можно добывать? Да, слушайте, кости у нас тоже добываются. А что добывается? Что добывается? Что пополняется? Так, вот какой-то третий... Третий какой-то там ресурс. Давайте посмотрим, вспомним, что это такое. Это у нас какой-то Fossils. Я не знаю, что это значит на английском языке. Но добывается, да и добывается. Давайте прикинем, что у нас здесь по... Так, пойдем сейчас в лес, наверное, в ту сторону. Прикольно, кстати, персонаж у нас прыгает. Прокачивать уровни, соответственно, можно. Не совсем пока понятно, каким макаром у нас все это дело прокачивается. Но есть. Давайте, кстати, вот не будем пока далеко отбегать. Посмотрим, что у нас по крафту. Арсенал позволяет создавать оружие, боеприпасы. Научная станция позволяет проводить исследование. Уровень исследования общий для чего-то там. Наверное, можно поставить. Я пока не буду. Я боюсь нажимать, потому что если поставим, мы его потом просто не уберем. Поставим ее где-то там поближе к лесу, потому что там есть ресурсы. Помимо всего прочего, есть вот такие вкладочки. Смотрите, можно костер сделать. Аплинк позволяет игроку установить точку респауна до тех пор, пока вы при... При что? Что? Ага, все, вижу. Внизу у нас отображается. Пока вы привязаны к аплинку, и он не разрушен, вы будете респауниться где-то рядом. Ну, удобная штука, в принципе, понятная. Я так понимаю, что для сохранения здесь тоже нужно создавать какую-то хреновину. Комната из дерева с дверью, балкон из дерева вот можно сделать. Слушайте, ну, стройка есть. Кстати, и строение тоже похоже на Fortnite. Вряд ли это один и тот же разработчик. Как я уже говорил, разработчик называет себя BitMonster. И у него на счету в Стиме, во всяком случае, всего две игры. Это и еще какая-то. Стоят они, кстати, ну, как мне показалось, для раннего доступа весьма серьезных денег. Я... Это не реклама, чтобы вы понимали. Это чисто вот такой вот мой какой-то свой интерес. Игрушка старая. Я ни в коем случае не призываю ее покупать. Просто мне понравился графоний в этой игре. И посмотрим. Посмотрим. Если понравится, будем с вами дальше пытаться все это проходить. Причем, смотрите, мультитул работает две стороны. Левая кнопка мыши добывает, правая кнопка мыши... Ну, казалось бы, по логике вещей должна, наоборот, восстанавливать. Но, видимо, это не работает с ресурсами. Потому что все, что мы вытянули, мы вернуть уже обратно не можем. Понятно, логично. Все нормально с этим. Блин, там четвертый уровень какие-то кракозяблы у нас бегают. Че-то я не хочу к ним идти. Плюс 6 экспы. То есть, понимаете, да, что нам нужно здесь прокачивать какой-то опыт. Давайте вот это дерево еще добудем. Со звуком, как всегда, в подобных играх есть какие-то определенные проблемы. А бегунков, кстати, по настройке звука я вообще не нашел. Ну, так, спокойненько. Средний багдог. Уровень 4. Инфицированный средний багдог. Кто эти существа? Зачем их придумали? Пойдем сейчас в этот лес. Но, я думаю, знаете, в чем проблема? В этом лесу, в этой посадочке, наверное, тоже будут какие-то существа. Мы их не видим, потому что дальность прорисовки, наверное, какая-то эдакая. Вот если мы перейдем в настройки, настройки выглядят у нас вот таким вот образом. То есть, понимаете, что что-то настроить по звуку там или еще почему-то не получится. Возможно, я что-то упускаю. Настройки, стартер. Так, это у нас гайд, по которому можно, собственно, разобраться и попытаться поиграть, выбрать сервер. Это у нас, собственно, мультиплеер. Смотрите, а вот эта штука похожа на Tetrairie. Помните такую игрушку? Она называлась Phoning Home. Вот мы там что-то такое собирали. Давайте попробуем. Нельзя. И этой кнопкой нельзя. Видимо, нужно создавать какой-то определенный инструмент для того, чтобы можно было добывать эту штуку. Хорошо. Давайте перейдем сейчас в менюшку и попробуем что-нибудь создать. Комната из дерева с дверью. Балкон. Крыша из дерева. Давайте комнату сделаем. Почему нет? Значит, есть двери, видимо, да? А ну, билд построить. Слушайте, реально похоже на Fortnite. Я не знаю, почему у меня такие аналогии. Я не играл в эту игру, просто ознакомился. Вот так у нас выглядит, значит. А что происходит? Что он орет? В чем проблема? В чем проблема, собственно, непонятно. Так, давайте перейдем. Здесь у нас есть вот такая вот еще лестница. Я так понимаю, что ее можно каким-то... Это кто к нам пришел тут, слышь? Ну, лестница какая-то прям не ахти. Не знаю. Крыша из дерева. Неплохой кусок крыши, если, конечно, вы мечтали о деревянной хижине. Блин, 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 блин. Она что, агрится на меня будет? Третий уровень, слушайте. Мне кажется, она сейчас как нам втащит, и мы тут просто охереем. Она куда-то убежала. Или она за мной будет бегать? Не очень хорошо, что мы здесь поставили это все дело. Давайте все-таки попробуем сделать... Давайте мы ее отмудохаем, если что-то пойдет не так. Мы просто с вами пере... Она убежала. Ладно, не будем... Не будем специально на нее агриться. Сейчас мы перейдем. Опять строительство. Возьмем, наверное, крышу из дерева. Блин, ну и как ее построить? Может быть, я должен... Может быть, я должен запрыгнуть сюда? Это... Слушайте, как-то пока... Ну, там есть крыша. Видимо, можно строить какие-то отдельные стены. Странно, конечно. Так, ступени из дерева. Тут у нас ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Есть инструмент. Компостер. Позволяет выращивать органику за некоторое время. Вы должны чего-то там его подкармливать. Можно сделать костер. Давайте мы поставим костерчик, потому что... Фиг знает, для чего он нужен. С едой непонятно. Так, костер. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать с игрок 258. Костер. Видимо, это мой какой-то порядковый номер. И я так понимаю, что костры здесь устроены таким образом, чтобы можно было... Ну, или сохраняться, или что-то еще делать. Апгрейд. Что это нам дает? Улучшение. Увеличивает вместимость костра и уменьшит количество потребляемой древесины в секунду. Также увеличивает защиту от урона. Слушайте, хорошо. То есть, получается, костры, наверное, можно расширять. Деревья здесь у нас есть. Все это дело работает. Хорошо. Хорошо. Графоний... Графоний радует глаз. Очень сильно. Давайте посмотрим. Так, тут у нас есть склад еще. Можно его построить. Ну, видите, я все это раскидываю, потому что... Потому что фиг знает. Перенести, наверное, уже не получится. Но дом похож на говно. Есть мнение... А вот давайте мы, кстати, и проверим. Есть мнение, что если соединить это все двумя какими-то блоками... Я вот просто попробую. То он расширится. Нет, он не расширился. Это стало. У нас просто два отдельных типа... Расширился, ребят. Расширился. Действительно. То есть, он стал как бы шире. То есть, получается, если мы сделаем это где-нибудь сзади, у нас будет вполне себе большой вместительный дом. Но зачем делать вот такие вот вещи, если нам не нужны двери со всех сторон? Я, например, не понял этой штуки. Значит, смотрите, устанавливаем и еще устанавливаем. То есть, чисто в теории у нас получается вот такой вот четырехдверный домик. Да, он действительно соединяется и расширяется таким образом. Окей, отлично. Давайте птицу отхерачим. Почему? Слушайте, она какая-то пугливая. Видимо, она не агрессивная, и она будет постоянно от нас убегать. А если мы ее втащим? А, слушайте, у нас тут есть человек, кстати. Что это за человек? Вей-вей, усталый путник. Да ты охерела, слышишь? Иди нахер отсюда. Не втащили. Задавлен Витис Пэкет. Случайно. Ну, давайте опять паяемся. Мы сейчас проверяем, как это все работает. Видимо, видимо, да. Нам необходимо было с вами делать специальную... Так, а там вон что-то светится. Давайте, может быть, пойдем. Обратите внимание, что когда мы с вами нажимаем на бег, то у нас пропадают все вещи из инвентаря. Есть, кстати, компас, по которому, скорее всего, можно как-то ориентироваться. Что это за растения у нас тут такие растут? И растения ли это вообще? Может быть, это что-то можно подобывать? Давайте попробуем. Да, это гемы. Они были у нас в инвентаре. Кстати, нам вернули инвентарь? Или он все-таки развалился типа полностью? Ну, что-то осталось, ребят. Что-то осталось в инвентаре. Валим. Валим отсюда нафиг. Это суровая планета, ребят. Это очень суровая планета. Давайте вот херачить багдога в первый уровень. Я думаю, что ему-то мы как бы втащим. Вот. Хорошо. Смотри, тут можно собирать аптечку. Defense Team. Это что это такое? Проходит, видимо, через какое-то время, да? Там было написано период, чего-то там тайм. А что с вот этой штукой делать? Я, честно говоря, не понимаю. Разбить ее нельзя. Может быть, ее можно как-то вот таким вот образом добыть. Я подумал, что ее можно было бы как-то собрать. Но нет, нельзя этого делать. Идемте посмотрим, что там светится. Это какие-то базы есть на планете. И это не игроки. Это, видимо, боты. И я, судя по всему, могу с ним поговорить. Давайте попробуем. Че ты ходишь? Че ты ходишь? Усталый путник. Да, это боты, видимо. Они населяют этот игровой мир. И, видимо, создают иллюзию того, что здесь кто-то у нас еще обитает. Неплохо. Неплохо. Ребят, сегодня мы, возможно, не все будем рассматривать. А какую-то часть. Так, я вижу, микрофон у нас на Ви. Меня кто-нибудь слышит? Наверное, очень вряд ли. По крафту. По крафту что мы можем сделать еще? Старгейт. Это какие-то врата. Здесь у нас есть инструмент. Научная станция. А могу ли я как-то туда пробраться? Может быть, здесь необходимо поставить лестницу? И тогда я смогу туда заходить? Я просто не уверен. А, нам необходимо дерево, ребят. Опять, видите, нужно добывать деревья. Потому что те деревья, по всей видимости, мы с вами потеряли. Вот. Опасный спаркинг. Вицеус плопит. Я не знаю, кто это такой. Но давайте мы его тоже отхерачим. Потому что, видимо, от ударов мы повышаем уровень. Плюс 70 экспы. Но у нас также очень быстро убираются жизни. Так, еда, рацион. Как-то нужно съесть. Контр, клик. Окей. И что происходит? А, это я растакиваю их, типа, да, получается. Могу ли я как-то? Могу. Осколок кристалла. Материал крафта обычно добывается с кристальных чего-то там. Ну, вот, видите, из-за непонимания того, что здесь происходит. Из-за отсутствия русского языка на многих иконках. На многих ингредиентах в твоем инвентаре. Я не понимаю. Могу ли я как-то туда запрыгнуть? Вот чисто интересно. Не могу, ребят. Идемте добывать деревья. И попробуем что-нибудь прокачать. Важно поднять уровень для того, чтобы понять, для чего он здесь вообще нужен. Для чего он может пригодиться. Давайте вот до дерева, до этого доколупаемся. Попробуем его добыть. Жизни, по всей видимости, восстанавливаются. Но очень медленно. Хотя, я вот смотрю, ничего не происходит. А, восстанавливаются. Видимо, для этого нужна тоже какая-нибудь стамина. Так, подбегаем к этому дереву. Плюс 6 экспы. Короче, экспа получается от всего. От боевки, от добычи ресурсов. Собственно, точно так же, как это происходит. Ну, в каком-нибудь арк-сурвайвл эволвэ. Мне сравнивать просто больше не с чем. Хорошо. Есть у нас, значит, здесь... Тихо, спокойно. Есть у нас, значит, здесь деревья. А кристаллы вот эти остаются. Я не знаю реально для чего они нужны. Свежий желудь нашли мы с вами. Ну, хорошо. Давайте попробуем сделать лестничку. Все равно не хватает. Слушайте, а может быть... Нужно 150, имеете 66. Видимо, у нас были какие-то деревья. И мы их типа прошляпили, потому что... Так, спокойно. Вот, отходим, 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 отходим. Нужно уворачиваться. Давайте уворачиваться. Отлично. И еще разочек. Замечательно. Все просто офигенно. Плюс 70 экспы. Где у нас вообще прокачивается уровень? Где-то можно увидеть. Так, астронавт. Здесь можно что-то апгрейдить. Время жизни питомцев. Устали от того, что ваши питомцы разбегаются ранее. Можно приручать, видимо, кого-то. Слушайте, прикольно. Дальше. Вот, по уровням, короче, можем прокачивать, да, какие-то перки, собственно. Я не знаю, что это значит, но... Для этого точно понятно, что для этого нужен... Для этого нужен уровень, собственно говоря. Не вижу я где... Так, охотник уровень 5. Это наш уровень или не наш уровень? Идемте всех убивать, добывать деревья. Необходимое количество. Поставим с вами лестницу. Попробуем туда как-нибудь добраться. Оп. Спокойно, 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 спокойно. Отлично. Еще одному втащили. Плюс 70 экспы получили. Замечательно. Что насчет листов? Могу ли я из них что-нибудь добывать? Нельзя. Здесь нельзя ничего добывать. Камень. Камень тоже нельзя. Деревья можно. Ну, давайте добывать деревья, потому что они нам нужны. Так, хорошечно. Сейчас подойдем к этому деревцу еще. Видите, в нас закидываются бревна, которые мы с вами собираем. А, вот, внизу, над кнопками быстрого доступа только увидел астронавт уровень 2. Так, добыли. Давайте потихонечку постоим. Пополнил свои жизни, потому что стамина нам нужна. Вот мы стоим, типа, и стамина почему-то не восстанавливается. Но, по идее, как бы, как бы должна. Может быть... Господи, это я на П нажал. Охереть, он насрал. Ребят, он насрал. Слушайте, он кучу навалил. Господи, да как же ж так можно? Все, он больше не хочет. То есть, мы можем, типа, удобрения сами себе добывать. Это странно. Но, ладно. 150 необходимо... А, имеем 106. Слушайте, нам еще нужны деревья. Давайте добывать деревья. Не получится за одну серию сегодня раскрыть полностью все, что здесь можно делать. Пока наблюдаем, ребят, музон, графоний, собственно, как здесь все реализовано, да. Механику игры. По крафту, если хотите, будем разбираться с вами чуть попозже. Кстати, мы голодны. Но, если мы голодны, может быть, тогда стоит поставить на кнопку быстрого доступа вот сюда, взять троечку и покушать. Плюс 100 экспы. И все. Действие приема пищи. Что это нам дает? Там вон тоже первый уровень идет. Давайте мы его тоже, наверное, отхерачим. Что дает действие приема пищи? Почему эта полоска куда-то девается? Левый верхний угол? Непонятно. Так, замечательно. Давайте прикинем. 145. Остается еще 5. И, в принципе, можно будет построить еще какую-нибудь лестницу. Ну, понятно, что нужно будет находить какие-нибудь кристаллы. Из них тоже что-то создается. Можно делать костер. Можно делать много всего. Чем мы, собственно говоря, сейчас с вами и займемся. Ну, игрушка прикольно выглядит. Не знаю, я не хочу говорить, что она прям такая безобразная. Единственное, что дискомфортно играть с отсутствием перевода. Так, давайте я, наверное, отойду. Блин, а их там два. Слушайте, не хочу я, короче, к ним лезть. Они сейчас вдвоем соберутся и втащат мне. Леща, блядь, инопланетного дадут мне. Так, соскерон. Уровни 2-4. Фактор местности типа опасно. Захваченный игроком нет. То есть, видимо, можно захватывать какие-нибудь зоны. Ну и т.д. и т.п. Давайте вот эту черепаху сейчас убьем. Вот что он... А, нет, второй уровень. Не хочу. Я слишком слаб для этого. Поставить костер. А не может ли костер служить каким-нибудь сохранением? Вот чисто интересно. Слушайте, я потерял уже локацию, которая мне нужна была. А, вон они, базы остались. Хорошо, погнали. У нас, в принципе, должно всего хватать. Да, 150 и 166 дерева мы с вами имеем. Но добывать его нужно очень долго, как оказалось. Ну, в смысле, могло быть быстрее. Хотя и постройки как бы не маленькие. Все логично. Очень быстро стамина, кстати, у нас куда-то девается. Вот когда мы особенно прыгаем и парим, то же самое происходит. Так, ну давайте посмотрим, что нам даст лестница. Ступени из дерева. Нельзя здесь строиться, ребят. Нельзя здесь строиться, к сожалению. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по научным станциям. Их там можно здесь как бы ставить. Вот ставим, короче, тебя. Построили. Отлично. Сейчас мы рядом построим... Это была научная станция. Сейчас мы построим с вами... Ага, вот научная станция. Ставим тебя. Это у нас был арсенал. Я могу с ним как-то взаимодействовать. И теперь... Слушайте, а вот эти веточки я могу как-то подобывать? А ну давайте попробуем. Да нет, что-то они просто стоят. Прикольно, слушайте. Он такой облокачивается на эти штуки. Так, а ну давай. Давай мы с тобой сейчас... Мультитулом, наверное, мы много с тобой не сделаем. А вот так, пожалуй, дадим. Нужно просто отходить куда-то назад. Давай, давай, давай. Отходи, отходи, отходи. Сцаная жаба. Вот жопа такая желтая. Ну, хорошо. Надавали тебе по щам. Замечательно. Вон там еще один у нас стоит. Но видите, как стамина восстанавливается? Нужно какое-то время подождать. Сейчас поставим еще третий прибор. Посмотрим, что в них можно будет создавать. Просто ознакомимся, ребят. Ну, это было быстро. Харвестер позволяет добывать элементы их с поверхности планет, когда находится рядом с месторождением. А месторождение, походу, мы уже с вами находили до того, как нас первый раз убили. Так, смотрим еще. Ресерч стейшн. Есть такая тема. А, нам не хватает органики, гемов и оров. Чего? Кто это такой? Мистер Ведроид. Какого хера? А ну, давай побазарим. Питомцы. ХП буст. Я не знаю, что это дает. Но нам тоже не хватает здесь, видите, каких-то компонентов. Питомец-помощник. Питомец помогает добывать больше ресурсов в течение 10 игровых часов, после чего прячется. Вызвать снова его можно из меню игрока. При помощи клавиши К. Видимо, когда мы уходим в онлайн, типа, он остается как бы и в оффлайне продолжает как-то там чем-то заниматься. Но игрушка вообще как бы про взаимодействие игроков. Собственно, видимо, это нужно как-то учитывать. Видите, нам написали с правой стороны, что нам необходимо, видимо, построить. Давайте убьем вот этого жука сейчас. Кстати, неважно, за кого, дают... Стимулятор скорости делает вас быстрее на некоторое время. Дают нам, значит, чертежи. Я так понимаю, что они сразу, типа, учатся. А, нет, они не сразу учатся. Вот у нас тут есть, видите. Но выучить их нельзя. Для этого необходимо опять... Есть чертеж, мы можем это создавать. Но, видимо, нам необходимо, видите, иметь какие-то компоненты для этого. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Труклявый деревянный шлем. Я могу его создать. Воу, смотрите, мы с вами одеваемся. Труклявый деревянный жилет. Ааа, дерево... Так, деревянные нарукавники. Давайте тоже построим. Смотрите, как он одевается. Прикольно. Труклявые деревянные штаны. Не хватает дерева, ребят. Идемте добывать дерево и будем достраиваться. Господи, вы посмотрите на этот шлем. Че это за... Это такая рожа, что ли? Блядь, какая она страшная. Так, а что у нас здесь имеется? Вот, можно попереключаться. Локатор. Создав его один раз, вы всегда сможете видеть широту и долготу. Вашего... Не... А, вот. Вашего местоположения на планете. Вот здесь. Это по центру у нас все пишется. Так, тут у нас, видимо, избранное или специальное, как это называется. Ведро. Это опять тут шляется. Слушайте, какой-то калькулятор на ножках, типа, ходит. Че-то к нам... Ты мне массаж делаешь, что ли? Я не понимаю. Так, стимулятор. Возвращает все ваши рюкзаки на планете, как будто вы их облутали. Это дорого, но зато помогает сэкономить вашим... Вам время. Ну, наше время, собственно. Одно и то же. Большой стимулятор здоровья. Тут как бы, да, не хитро поправляет ваше здоровье, если оно сильно ослаблено, эффективен, но стоит дороже. И стимулятор скорости. В общем-то, вот они все эти чертежи. Видимо, эти штуки нужны для того, чтобы мы могли что-то создавать. И здесь посмотрим. Ракетница позволяет запустить сигнальную ракету в небо. Мультитул второго уровня. Можно создать необходимое органика и дерево. То есть он будет, видимо, быстрее, мощнее добывать. Дальше идет нож. Здесь у нас боеприпасы для пистолета. Здесь, собственно, сам пистолет. Расти пистоль или пистол. Пистол, скорее всего. И все это поправимо. Все это можно добывать, ребят. Но захотите ли вы, чтобы эта игрушка выходила на канале? Несмотря на то, что разработчиков уже как бы, наверное, они существуют. Может быть, они и существуют, но... Но где? Непонятно. Давайте добывать. Уровень у нас пока все равно второй. Давай, иди ко мне. Отлично. 25, 26, 27. Они продолжают залетать в нас, даже если мы отбегаем. Это хорошо. Это хорошо, что не нужно собирать деревянные вот эти вот бруски. Вручную, там, при помощи клавиши Е. А то, что они сразу запихиваются в твой инвентарь. Ну, че уж, раз он ж тут лазит, давайте мы его, наверное, захерачим как-нибудь. Вот, у нас апнулся уровень. Уровень 3. Ранг 3. Собственно, видимо, это одно и то же. Так, давайте добывать еще дерево. Я хочу одеться полностью. Хотя костюм, в котором мы находимся, вполне себе мне нравится. Так что все нормально. Хорошо, добываем эту штуку. Где-то здесь у нас еще были деревья. Блин, что это за штуки выпадают? Может быть... Нажмите Е, чтобы подобрать рюкзак. Но перетянуть его нельзя. А-а-а, вот он лут, слушайте. Вот он. Вот лут. Это лут. Это сундуки так выглядят. Я сразу типа не допер. Прикольно. Хорошо. Сейчас пойдем еще кого-нибудь убьем и посмотрим, какая разница по луту типа между этими монстрами. Музыка, кстати, крутая. Вот вы знаете, да, что я даю всегда предпочтение музыке, которая никогда не прекращается. А есть множество, там, несколько десятков саундов, которые меняются, типа, сменяются. Так, это у нас чего? Стимулятор здоровья поправляет ваше здоровье. Давайте посмотрим. Опять. Эссенция жизни. Нужна для крафта стимуляторов здоровья. Эссенция электричества. Говнище. И боеприпасы. Вот так-то, ребят. Видите, как хорошо. Просто замечательно. Давайте добывать дальше деревья. Слушайте, прикольно. Мне почему-то... Я вот могу, в принципе, забыть о том, что игра никогда не будет обновляться. То есть, если тут можно как-то еще и с космосом взаимодействовать, то... Я бы как бы прям не против был бы, между прочим. Все, ребят. Просто, если вы не досмотрели видос до конца, это ваши проблемы. Вы просто напишите, типа, кто первые 5-10 минут посмотрит, скажет, что я, типа, не подбираю сундуки, которые падают с монстров, которых мы здесь, собственно говоря, убиваем. Ну, все, все, проблема исправлена, до меня дошло. Ну, реально, просто без должного понимания это очень тяжело делать. Так, закосили. Идемте сейчас, убьем еще какую-нибудь черепашку. Третий уровень. Нет, я что-то ссыкую. Хотя, наверное, можно было бы. А он что, в текстуру зашел, что ли? Или он где-то за ней находится? Непонятно. А, тут, слушайте, тут какой-то прям проем есть. И где он ходит? Где ты ходишь? Я зашел, и, видимо, выйти я отсюда уже не смогу. Нет, могу, могу, могу. Все, нормально. Сейчас стаминочка у нас поправится, ребята. Будем отсюда выбираться. Блин. Блин, блин, блин. В текстурах застрял. Все, больше мы сюда не заходим. Понятно, что здесь могут быть проблемы. Так, еще первый уровень. Берем с вами дубину. Посмотрим, что выпадает из него. Потому что я не обратил в первый раз внимания. Вот так. Вот так. Вот так. Хорошо. Смотрим. Смотрите, еще есть боеприпасы. Старые добрые универсальные патроны к пистолету. И эссенция электричества. Прикольно. Так, давайте посмотрим. Дерево у нас есть. Мы теперь можем с вами чего-нибудь замутить сейчас. Например, одежду. Переходим сюда. Нет, одежда была у нас в другом автомате, типа. Ну, давайте посмотрим. Вот она наша одежка. Так, трухлявый жилет. Орр, нам нужен камень. Трухлявые деревянные штаны. Господи, какие они странные. Так, деревянные сапоги. Они странно выглядят, серьезно. Деревянные нарукавники у нас есть. Остается только один жилет. И, в принципе, все. Это сет. Но нам необходимо найти... Оры. Оры необходимо найти, которые... Которые где они вообще валяют? Просто с камня добывать, что ли? Могу ли я вот эту вот фигню добыть как-нибудь? Вообще как бы должен. Нет, не работает. А где тебя можно достать-то тогда? Какие-то специальные камни нужно искать, из которых... Из которых все это можно добыть. Очень странно. Вон валяются, наверное. Вот это они и есть. Нужно только запомнить, куда и откуда мы с вами идем. Кристаллы это что-то другое. По-моему, гемы. По-моему, ребята, это у нас гемы. Ну, прикольно. Так, есть смена дня и ночи, судя по всему. Потому что я вижу, как у нас тут темнеет. Сделаем какой-нибудь костер. А ну давайте. Да, ребят, действительно, это то, что нам нужно. Но это руда, типа, да, какая-то, которая... Ну, она выглядит как металл. Поэтому... Почему бы, собственно говоря, и нет. Видимо, сколько у нас его есть? Давайте посмотрим. 22. Хорошо, хорошо. Хорошо, этого будет достаточно. Может быть, мы еще что-нибудь сможем склепать. Давайте вернемся к нашим станкам. Потому что... Потому что нам это необходимо. Одеваемся полностью. И попытаемся сейчас... Так, раз уж я здесь, дружище. Ты у нас первый уровень. Стоять, боец. Молодец. Так, где у нас... Че, исчезло, что ли? В дереве осталось, ребят. Еще патроны. Слушайте, а пистолет-то я могу сделать какой-нибудь себе? Да, заткнись ты, ты меня бесишь. Лазит тут, блядь. Душа какого-то металлического покойника не дает мне проходу. Такое чувство, будто за тобой постоянно следят. Так, переходим сюда. А, дерева опять не хватает. Блин. Ну да, мы не рассчитали, типа, чуть-чуть. Так, там далеко. Здесь... Здесь дерево, по-моему, поближе. Давайте мы сходим сюда. Короче, делаем себе, собственно, сет какой-нибудь, да? Вот тот, который есть. Может быть, там можно как-то модифицировать по-другому себе костюмчики. Еще более усовершенствованные. Но, ребят, для первого обзора, я думаю, этого более чем достаточно. Большего нам, как говорится, и не надо. Так, добываем. Мультитул. Хочется второй мультитул замастырить себе. Вот. Ну, раз уж мы здесь, давайте еще одно дерево добудем. Ну, чтобы и так, на верочку уже, как говорится. Так, сделайте нож. Потом сделайте расти пистол. Сделайте марк 2 мультитул. Флайер ган какой-то еще есть. Короче, это задание, видимо, первостепенное, которое нам ставит игра. Мы должны их сделать. Они будут оттуда убираться и появляться какие-то новенькие. Ну, типа гайдик такой, знаете. Мини-гайди, которые у нас в всплывающих окнах на интерфейсе, на мониторе. Так, иди сюда. Хорошо. Замечательно. Подходим, забираем к акуле. Панцирь, багдога. Материал крафта обычно добывается с багдога. Отлично. Все, ребят. Значит, доделываем с вами. Бля, да все равно не хватает. Слушайте, 150 надо. Как странно. Могу ли я вот это дерево добыть? А, вот еще стоит. Удобно. Удобно. Давайте добудем. Блин, для того, чтобы сделать себе броню, нужно лес срубить целый. Это какое-то гонево. Как он такое количество бревен вообще на себе носит? Я не понимаю. Но бронька, типа, будет нас немножко защищать. Кстати, сейчас зайдем еще в инвентарь. Посмотрим, сколько там урона, сколько защиты, сколько всего там у этих всех вещей есть. Свежий желуд. Слушайте, это, видимо, дуб. Дубы растут. Ну, раз желуди. Логика, да? Не может на яблонях расти желудь. Хотя, хер знает, может быть, на этой планете и может. Так, деревьев 231. Бревен у нас. Ну, прикольно. Прорисовка действительно очень крутая. Смотрите, как падают тени, свет и все остальное. Давайте подойдем. Делаем себе, наконец-то, трухлявый деревянный жилет. Вот так это все выглядит. Нам добавили заданий. Что дает Х? А, смотрите, вот так вот он у нас танцует теперь. Мы нажали на Х и, типа, задание у нас... Задание у нас выполнилось. Слушайте, прикольно. Прям прикольно. Че ты здесь ходишь? Ты что, не видишь? Я, блядь, тут танцую вообще-то. Я, может быть, хочу попасть на Евровидение. Туда берут, блядь, только уродов. Посмотри, как я выгляжу. Ёпты. Так, че-то мне не нравится. Вот, забираем. Кстати, еда. Еда у нас добавилась. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим. Я могу себе сделать нож. И здесь нужно обывать опять оры, типа, для того, чтобы сделать пистолет. Давайте сделаем себе ножичек. Вот. Еще одно задание. Mark II Multitool. Что необходимо для него? Опять подходим сюда. Ножичек у нас на третьем. Multitool, Multitool, Multitool у нас находится где-то, 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 где-то я его видел. И ракетницу могу замутить. Но за нее ничего не дали. И нам опять не хватает дерева. И Multitool, видимо, я уже не смогу сделать. Судя по всему. Так, тут у нас, типа, расходники. Понятно. Давайте еще раз. Вот он наш Multitool. Органика нам необходима. 36 для того, чтобы мы этот Multitool, собственно говоря, сделали. Ну, смотрите. Принцип понятен. С игрушкой более или менее разобрались. Понятно, как это все работает. Давайте перейдем сюда, посмотрим. Да, есть критический шанс крита. Плюс один. Жизни плюс 75. Дамаг плюс 5. Видите? То есть, это, видимо, защита, короче, брони. Ну, и тут вот везде есть какие-то статы. По ножу. Нож. Это у нас 130 DMG. Дамаг. Собственно, 130 дамага. А убитые 100 дамага. Получается, нож у нас помощнее будет. Как мне его взять? Так, Multitool. Вот он, собственно, нож. Идемте сейчас кого-нибудь подрежем, епта. Level 1. Где-то там лазит. Смотрите, наступает ночь. Никто не сможет нам помочь. Я просто дерево. Я шифруюсь с первого удара. Слушайте, замечательно. Стимулятор урона у нас есть. И здесь у нас эссенции электричества забираем. А ну-ка, иди сюда. Что-то я разошелся, слушайте. Как бы у нас видос не получился вообще на час. Да, с первого удара первый уровень она типа выносит. Панцирь Багдога мы еще с вами взяли. Ну что, ребят. Давайте вернемся, наверное, к этой базе. Не будем далеко от нее уходить. Хотелось бы понять, как сохраняться. Так. Find blueprint. Чего-то там убейте монстра. И построите генератор. Аплинки. Аплинки, видимо, нужны как раз-таки для сохранения. Смогу ли я его где-нибудь построить здесь? И... Блин, здесь жаба эта ходит. Слушайте, нужно как-то от нее избавиться. Давайте попробуем. Вот. Вот. Хорошо. Еще разулечку. С трех ударов. Раньше нужно было больше. Это у нас лягушачья лапка. Материал крафта обычно добывается с лягушек. Окей. Так, давайте мы попробуем поставить... Research Station. Нет, мне что-то другое нужно было установить. Майнинг. Компостер позволяет выращивать органику. Так, это все не... Ты на меня собрался идти? Чебурек, епта, жабей. Иди сюда, блядь. Я тебя сейчас втащу в жирную жопу. Ты хочешь меня полизать своим языком? Ну я же дерево, я невкусное. Серьезно. Блядь, откуда их столько? Вон еще один появился. Что за бред вообще? Нужно их, короче, ушатывать всех, ребят. Сейчас он к нам подойдет. Мешайте, мешайте мне серию закончить, вонючки. Хорошо, еще один готов. Тут у нас тоже еда, патроны и всякие остальные ништяки. Уровень у нас три. Так, еще раз проверим. Что-то там где-то у нас должно было быть. Research Station. Костер, указатель, склад. Аплинк, ребят, нам нужен. Давайте попробуем его установить где-нибудь. Ну, в деревьях как-то не камильфо. Мне кажется, что этот аплинк, он и позволит нам как-то здесь потом появиться. Позволяет игроку установить точку респауна. До тех пор, пока вы привязаны к аплинку, он не разрушен. Вы будете респауниться рядом. Давайте мы его так создадим. Создали. Я к нему подхожу. Нажимаю на Е. Можно отвязаться. Сейчас публичный апгрейд. Рандом телепорт. Что такое апгрейд? Апгрейд до максимума. Уменьшает стоимость привязки к аплинкам. Также увеличивает защиту от урона. Я не знаю, я проапгрейдил его? Что-то как-то... А, да, вот я его сейчас проапгрейдил. Ну, собственно говоря, и все, ребят. Вот такая вот игрушка. Пишите в комментариях. Это очень важно. Хотите ли вы, чтобы мы смотрели на этот волшебный мир? Пусть даже не доработанный, не доделанный. И разбираться, несмотря на то, что русская локализация, она неполная. Все равно можно. Возможно, как вы видели. Пусть не сразу до меня доходит. Но это, скорее всего, мои особенности, а не игры. Будем разбираться с вами вместе. Ну, а если вы играли в игру, то это вообще как бы на вес золота. Ваши советы всегда мне очень сильно помогают. Если все понравилось, друзья, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Котц. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно увидимся. С вами был Юрий Котц.